йоу баллер с вами девушка рассел мы сейчас находимся в казани заканчивается субтур 2023 и мы завершаем наш сезон обзором на модель харден 7 благодарим за предоставленную пару онлайн магазин poison russia ребята доставляют любые вещи из китайского поезда кстати они скоро открывают оффлайн магазин следите за информацией в телеграм-канале тестировали мы кстати эту модельку всей банды поэтому начнем обзор в харденах 7 используется моноблочная система для обладателей высокого подъема обычно возникают трудности при надевании с такой технологии но не в этот раз сам сапожок очень эластичный и не возникло никаких трудностей надеть его сразу же вспоминается янги 2 с такой же системы где пришлось попотеть в харден уже все супер год плюс сам сапожок не является самим корпусом то есть у нас есть верхний слой это внешний корпус и внутренний это мягкий эластичный сапожок времени на разбивку не потребовалось можно сразу же вырываться на баскетбольный корт по размеру все четко на 10 половиной вес баллером широкой стопой тоже будет все ок сам сапожок мягенький и комфортный обволакивает у и ногу со всех сторон как будто ты носок надел в котором много набивки жаль вот только что здесь нет никаких отверстий под вывод тепла и нога просто жарится после игры в урам парке и в плюс 35 я был очень рад их снять но если рассматривать харден как к лайфстайл модель то они супер круто подойдут на осень или весну я в них щеголял в урманске в плюс 11 и в дождь и они прям были кайфовыми рассол ну чё как тебя дела это очень жарко особенно карден и вообще это дабл так и чё в два часа дня в плюс 37 как тебе играется ну по-моему как бы за амортизацию в кроссовках отвечают две пены в носовой части это light strike а в пятке пена boost с прыжковыми нагрузками справляется этот тандем отлично лёха попрыгал в кроссовках спал на на жестком асфальте на паркете и других покрытиях под моим весом тоже все справилась отлично никаких пробитий не было компания adidas отлично смогла сбалансировать кроссовки и не потерять чувство корта рисунок протектора представлен в виде елочки в носовой части и в пятке концентрические круги изматывали кроссы и на лютом асфальте в сергиев посаде и на пыльном но красивым урам парке на уличных покрытиях все было четко не намеку на проскальзывание жаль вот только протектор не выдержал напора но об этом расскажу уже в материалах в чистом пыльном зале также все отлично цеплялась сверчков раздал ой но по материалам здесь все максимально скудно как для кроссовку 22 к в нашей стране как мы привыкли если именная модель то повсюду будут логотипы игрока на язычке на подошве еще где-то короче кроссовки будут прям пестрить здесь же компания adidas оставила лишь один маленький незаметный логотип в районе пятки ну и как бы все а там уже сами разбирайтесь что это 7 хардена можно было бы что-то и поинтереснее придумать внутренний сапожок из текстиля верхняя накладка выполнена из баллоневой ткани у меня есть такой ткани в детстве была жилетка и вот вуаля теперь в кроссовках в пятке материал уж очень велюр похож кусок клеенки залепили в носовую часть которая никакой функциональной нагрузки не несет кстати туда можно спрятать карту и пойти оплатить магазине если нет кармана вдруг пластиковая накладка сзади и сбоку на которой через пару игру появляются коцки и царапины ну и вообще-то все смотрится конечно вроде круто особенно в каких-нибудь ярких цветах но в целом материал дешевые собрано все на совесть клее торчащих ниток не было замечено протектор очень мягкий и на уличных покрытиях просто уничтожиться через парочку игр поэтому играем только в зале вот например лёха поиграл них в серге в посаде и вот что стало у меня же все чуточку живее хотя наверное на том асфальте где играл лёха любые бы кроссы стерлись труху что касаемо материалов после тестов в районе носка как раз где эта клеенка начал отклеиваться материал от мид соли да и еще порвалось сбоку в районе верхних петель короче уматывали кросса знатно вес кроссовок составил 539 грамм в размере 12 с что является плохим показателем с фиксацией в кроссовках все хорошо внутренний сапожок хорошо держит ногу верхний корпус при затягивании дополнительно обволакивает всю стопу со всех сторон и получается вполне даже хорошо нога не гуляет по сторонам все плотно зафиксировано явного бокового триггера здесь нет но подошву максимально расширена и нога не заваливается на бок подошве есть пластиковая вставка но она не помогает от скручивания и кроссовки подвержены деформации пяточный стакан крепкий и не подвержен деформации нормально 5 раз а зачем зачем двух пацанов сломал да 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 просто две передачи чуваки вот так вот вам знаю все благодарим за предоставленную пару онлайн магазин poison russia ребята доставляют любые вещи из китайского поздно кстати они скоро открывают оффлайн магазин следите за информацией в телеграм-канале 80 баллов набираетесь моя модель звездного игрока из филадельфии ну как бы пока что интересно все таки следить за бородой это какие решения он принимает на его кроссовки отлично подойдут для первых тире третьих игроков на площадке уровень тракции амортизации безопасности позволит игроку хорошо передвигаться по паркету главное не вытаскивать их на улицу ну разве что в качестве лютого лайфстайла на ось летом твоя нога просто будет жариться ну что как вам обзор обязательно оставляй свои комментарии ставь свой лайк не забывай подписан на нас социальных сетях также залетать нам на wildberries и приобретай наш крутой мерч ну а с вами был геюш красал ставьте пальчики крутите мячики